Детский христианский рассказ Как Олю укусила оса Как только яркие лучи утреннего солнца заглянули в комнату, Оля сразу же проснулась Какой сегодня чудесный день! Соскочила она с кровати и, вспомнив вчерашнее событие, счастливо прошептала Теперь Иисус живет в моем сердце, и я всегда буду хорошей и послушной Вчера на воскресном богослужении Оля покаялась Она попросила прощения за все свои грехи И с радостью открыла сердце Иисусу Сегодня Оле как никогда хотелось помогать маме Хотелось всем рассказать, что она покаялась Что Иисус дал ей новое, чистое сердце Она быстро заправила постель, умылась, заплела косички И, опустившись на колени, стала молиться Дорогой Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты простил мне все мои грехи И поселился в моем сердце Прошу Тебя, Иисус, помоги мне быть послушной Не обманывать и не обижать Тимура и Женю Сохрани папу на работе Благослови нашу тетю Веру Исцели ее, чтобы она могла проводить детские собрания Аминь Она прочитала одну главу из Евангелия И осторожно, чтобы не разбудить младших Пошла на кухню помогать маме После обеда, когда Тимур с Женей легли спать Оля спросила Мама, можно я схожу к тете Вере в гости? Сходи, проведай, разрешила мама Возьми на гостиницу пирожков Привет передавай Только не задерживайся Потому что мы с папой поедем к бабушке А ты останешься с мальчиками дома Оля выпрыгнула из калитки и помчалась к тете Вере Спустя немного времени она уже приветствовала свою наставницу Положив на стол кулек с пирожками Тетя Вера, а я вчера покаялась Тут же похвалилась Оля Да? А в чем же ты каялась? Разве ты грешница? Поинтересовалась тетя Вера Ты же всегда так хорошо себя вела И стихи на собрании рассказывала И пела Нет, вздохнула Оля Я была очень-очень плохая Дома я часто не слушалась Не хотела помогать маме Обижала Тимура и Женю Даже обманывала учительницу в школе И маму И вас Простите меня Пожалуйста В уголках Олиных глаз блеснули слезы И она спрятала лицо на плече тети Веры Прощаю, Олечка Прощаю Я очень рада за тебя Прислушивайся теперь к голосу Иисуса И Он поможет тебе жить по-христиански Я молилась об этом Прошептала Оля и радостно добавила Иисус мне помогает Еще я молилась Чтобы Он исцелил вас Чтобы у нас опять было детское собрание Видишь, как Господь любит нас И отвечает на наши молитвы Мне уже совсем хорошо Ничего не болит Слава Богу Завтра я уже пойду на собрание Ой, мне надо домой бежать Через время спохватилась Оля Папа с мамой к бабушке уезжают А мы с Тимуром и с Женей дома будем До свидания, тетя Вера Приходите к нам в гости Папа с мамой уехали А Оля с Тимуром и Женей Построили шалаш из кленовых веток И принялись играть Я буду укладывать спать Мишу и Петю А вы варите обед Командовала Оля Она принесла два больших платка Завернула кукол Положила их в коляску И напевая зашагала по двору А Тимур не хочет мне помогать Закричал Женя и оттолкнул братишку Уходи отсюда Мы и без тебя играть будем Ну и играйте Тимур среди топнул табуретку Вся Женина кухня полетела на землю Вот тебе Стукнул Женя Тимура А-а-а-а-а-а-а-а Завопил Тимур Я все маме расскажу. Зачем ты бьешь его? Накинулась Оля на брата и схватила его за ухо. Будешь Тимурова бежать? Пусти, закричала Женя и больно ущипнула Олю. Ой, бессовестный ты, больше никогда не буду с вами играть. Я тоже, сердито бросила Женя. Он с разгону прыгнул на шалаш и завалил его. Ах ты, негодный мальчишка, возмутилась Оля. Зачем сломал? Это ведь я строила? Оля погналась за Женей, поймала его и что было силой поколотила. Будешь знать, сердито бросила она и тяжело дыша направилась к скамейке. Так ему и надо, сам виноват, прислушиваясь к Женниному плачу, подумала Оля. Она села на скамейку и вдруг вспомнила о своем покаянии. Ей стало жарко и очень-очень стыдно. Думала, что я всегда буду доброй. Как же это получилось? Теперь Иисус не захочет жить в моем сердце. Оля закрыла ладонями лицо. Слезы навернулись на глаза, но она быстро выделила их и огляделась. По всему двору валялись игрушки, ветки, бумажки. Не буду убирать, снова поднялось у нее негодование внутри. Пусть мальчики наводят порядок, сами разбросали. Оля искоса глянула на платьющих братьев и, гордо тряхнув головой, отвернулась. Оля, оса! Оля, оса! Оля, оса! Оля, вдруг пронзительно закричала Оля и прижала ладошку к глазу. Первым к ней на помощь прибежал Тимур. Укусила? Сочувственно сморщил он нос. Больно! Прочитала Оля, раскачиваясь из стороны в сторону. Ай, как больно! Мама! Мне больно! Это тебя Иисус наказал? Не отставал Тимур. Оля молчала. Из глаз ее горячим потоком текли слезы. Конечно, наказал, мысленно согласилась она. Теперь Иисус вообще меня оставит, и я всегда буду злой и нехорошей. Женя! Вдруг встрепенулась Оля. Женя, иди сюда! Скорее! Перепрыгнув через небольшую клумбу, Женя прибежал на ее зов. Прости меня! Попросила Оля. Давай помиримся. И ты меня прости, нагнул голову Женя. Тимур, ты тоже прости. Прощай! Тут же кинул Тимур. Теперь будем молиться? Выжидающий поднял голову Женя и жалобно посмотрел на сестру. Да, схлипнула Оля. Пойдемте скорее в дом. Ой, испуганно вскрикнул Тимур. У тебя так сильно распухла щека, даже глаза не видно. Оля потрогала опухшее место. Женя, прикрыла щеку кукольной пеленкой и, всхлипывая, побежала в дом. Братья последовали за ней. Дорогой Иисус! Склонилась она на колени. Прости меня за то, что я била Женю. У меня такое злое сердце. Прошу тебя, Иисус, сделай меня доброй, чтобы я никогда не сердилась и никого не обижала. Иисус, прости и меня, молился Женя. Я тоже виноват. Исцели, пожалуйста, Олю, чтобы глаз у нее был здоровым. Прости нас всех. После молитвы Оля легла на диван, а Женя принес подушку и заботливо накрыл сестру одеяло. Очень больно, слегка притронулся к покрасневшей щеке Тимур. Еще бы, подтвердил Женя. Братья не отходили от Оли, стараясь развлечь ее. Но опухоль от этого меньше не становилась. Вдруг Тимур вспомнил, что скоро приедут родители, и побежал с Женей во двор наводить порядок. Нас папа накажет? С тревогой в голосе спросил Тимур, помогая Жене тащить к мусорной яме поломанный шалаш. Мы ведь помирились. А папа говорил, что если мы простили друг другу, значит, нельзя вспоминать. Тимур облегченно вздохнул. Хорошо, а то Оле еще и ремня досталось бы. В это время скрикнула калитка. Во двор неспеша вошла тетя Вера. Здравствуйте, мальчики, улыбнулась она. Вы что такие печальные? А где Оля? Она лежит. Женя гибнул в сторону дома. Что-то случилось? Спросила тетя Вера и поспешила в комнату. Мальчики молча поплелись следом. Оля, что с тобой? Наклонилась тетя Вера над стонущей девочкой. Оса укусила. Сквозь слезы ответила Оля. Бедняжка, ну не плачь, захлопотала тетя Вера, прикладывая какой-то компресс. Не плачь, а то еще и голова заболит. Это не очень страшно. Надо немного потерпеть, и все пройдет. Как же она тебя укусила? Ее сидело на скамейке. Оля замолчала. Тетя Вера пристально посмотрела на Тимура и Женю. Они стояли, понурив голову. А вы почему плакали? Жалко было Олю, да? Мальчики как будто воды в рот набрали. Что же все-таки случилось? Допытывалась тетя Вера, чувствуя, что между детьми что-то произошло. Я сильно разозлилась и побила Женю. Выдавила на колец Оля и горько заплакала. Я никогда не смогу быть хорошей. Иисус теперь уйдет от меня. А мы уже помирились. Несмело сказал Тимур и покосился на Женю. Тетя Вера погладила Олю и сказала. Если мы просим прощения, то Христос прощает и очищает нас от греха. Иисус живет в чистом сердце. Поэтому, если вы помирились, не нужно отчаиваться, Оля. Бог ведь простил тебе и мальчики тоже. Папа приехал! Вдруг закричал Тимур и стремглав помчался на улицу. Мама, а Олю оса укусила! У нас тетя Вера в гостях! Добавила Женя, обнимая мать. А где же Оля? Мама торопливо вошла в дом. Она поприветствовала тетю Веру и поцеловала распухшее лицо дочери. Как же это случилось? Посмотрела она на заплаканного сына и тут же догадалась. Опять что-то не поделили? Женя опустил глаза. Вошел папа. Он тоже поприветствовал тетю Веру и повернулся к сыну. Почему не весело, Женя? Чем вы так обидели Олю? Ее оса укусила, прошептал Тимур. Как укусила? Спросил отец, присаживаясь возле дочери. Ну-ка осознавайтесь, что произошло. Женя, ничего не скрывая, рассказал, как он толкнул Тимура, как потом подрался с Олей, как ее укусила оса и как они помирились. Значит, вы уже не селитесь друг на друга? Нет, покачал головой Женя. Папа, а почему Иисус не помог мне сегодня? С тревогой спросила Оля. Я только хотела послушный быть и добрый. Значит, Иисус не давал мне новое сердце, да? Он меня больше не любит? Оля судорожно глотнула в воздух, ожидая ответа. Господь любит тебя, сказал папа. Но он хочет, чтобы ты тоже любила его. Знаешь ли ты, как нужно любить Бога? Оля не могла уверенно ответить отцу и потому промолчала. А Женя с Тимуром подсели ближе к ним. Любовь к Богу проявляется в нашем отношении к ближним. Если ты любишь Иисуса, то будешь любить и ближних. А если ты не любишь даже своих братиков, как сможешь любить Бога, которого не видишь? Из Слова Божьего мы знаем, что всем, кто искренне кается и просит прощения у Бога, Он дает новое сердце. И Иисус дал его и тебе. Это сердце влечет тебя к добру. Ему не нравится грех. Оно не любит неправду. А старое, которое осталось тебе, влечет ко греху. Ему противно то, что любит новое сердце. Поэтому у христианина всегда идет внутренняя борьба между старой и новой природой. Иисус хочет, чтобы ты была похожа на Него, любила других больше, чем себя. Тебе же, наоборот, хочется командовать, а не служить. Хочется, чтобы тебя любили больше всех, хвалили, угождали тебе. Оля виновата вздохнула, а папа продолжал. И все же Господь будет воспитывать тебя, доченька. Будет очищать и от неправды, и от гордости, и от всякого зла. А как Он очистит тебя, если ты считаешь себя хорошей? Вот Иисус и показывает, какая ты на самом деле. Поэтому, когда делаешь грех, не прячься. Не скрывайся от Господа. Поскорее проси прощения у тех, кого обидело. Вставай на колени и кайся пред Богом. Он простит, потому что любит, миловай. Папа бережно поправил компресс и, взглянув на плетивших сыновей, добавил. Давайте, дети, помолимся вместе. Ходит лев голодный, ищет песеный. Кто неосторожный, будет поглощен. Так делал точно, как кричащий лев. Будьте непорочны, чтоб он ваш не съел. Только твердой верой можно победить, что за правду смело дьявол убеждает. Передача «Посмотри вокруг». Как вы помните, Бог сотворил животных на шестой день творения. И сегодня мы познакомим вас с самым большим представителем животных, обитающих на суше. Итак, слон. В 1974 году в Африке поймали слона весом 12 тонн. Это как 8-10 легковых автомобилей. Но это большая редкость. Обычные слоники имеют вес 5-7 тонн. Высота этих больших животных достигает 7 метров, что сопоставимо с высотой двухэтажного дома. Передние конечности слонов имеют по 4 пальца, задние по 3. Также слоны являются обладателями очень интересного органа – хобота. Он очень полезен и необходим в повседневной жизни. Например, с помощью хобота они могут поднимать тяжести весом до 200 кг, обливаться, обниматься и делать много других полезных и интересных вещей. Место обитания слонов – Африка и Индия. Для своей жизнедеятельности выбирают территории, проросшие лесными массивами, территории лесостепей, подножия гор, заболоченные реки, саванны. Очень важно, чтобы на их территории находился водоем, так как слоны очень любят воду и часто скапливаются возле водоемов, где утоляют жажду и принимают ванны. Они хорошо плавают, почти полностью погружаясь под воду, выставив на поверхность хобот. Во время засухи пустынные слоны в заповеднике Этоша могут обходиться без воды до пяти дней, а также способны находить места, где вода находится неглубоко от поверхности земли, зачастую проходя для этого десятки километров, и выкапывать там своеобразные колодцы, которыми помимо них пользуются и другие животные, страдающие от жажды. Главные враги слонов – браконьеры. Хотя охота на них официально и запрещена, но браконьеры нелегально убивают слонов из-за бивней, используемых в украшениях и поделках. И это несмотря на то, что международная продажа слоновой кости запрещена с 1989 года. Для предотвращения полного уничтожения слоны были занесены в Международную Красную книгу. Интересно, что эти животные совсем не любят спать. Их сон занимает всего три часа в сутки, да еще и спят стоя. У слонов плохое зрение, но зато они обладают прекрасным слухом и обонянием. Более того, эти удивительные животные обладают музыкальным слухом и музыкальной памятью. Защитник природы Ричард Лейер собрал в Северном Таиланде настоящий тайский оркестр слонов. 16 его участников играют на специально сконструированных для них инструментах, в том числе которых стилдрамс и аккордеоны. По словам ученых, эти животные способны держать ритм едва ли не более стабильно, чем человек. Они умеют издавать различные звуки, но наиболее известным слоновым звуком является трубление. Слоны трубят в состоянии возбуждения, страдания или когда им что-то угрожает. Слоны – это социальные животные, которые предпочитают жить немногочисленными группами, в состав которых может входить до двух десятков взрослых особей. В былые времена, когда численность слонов была высокой, такие группы состояли из сотен особей. Если необходимо мигрировать в поисках пропитания, то небольшие группы слонов образуют более многочисленные стада. Руководит этим обществом, как правило, самая взрослая и самая умная слониха. В случае ее гибели место лидера занимает следующее по старшинству. Слоны – достаточно добрые и милые животные. Влюбленные парочки любят обниматься хоботами. Все слоны очень любят свое потомство и воспитывают маленьких слонят всем сообществом. Также они всегда выручают друг друга в случае нападения на кого-то из них львов, крокодилов или других недоброжелателей. Известны случаи, когда они помогают более слабым животным. Например, спасают буйволов от львов. Но если слоны не в настроении, лучше держаться от них подальше. На этих кадрах видно, на что способны разгневанные животные. Они переворачивают и мнут машины, крушат все на своем пути. Страшно, не правда ли? Все слоны – это травоядные животные, которые едят только растения и, как правило, специализируются как на травах, так и на листьях и ветках деревьев. Все зависит от сезона и среды обитания. В день среднестатистический слон съедает до 300 килограммов еды и выпивает 100-150 литров жидкости. Слоны относятся к категории умных животных. Они могут опознавать себя в зеркальном отражении, что считается признаком самосознания, которое также было продемонстрировано у некоторых обезьян и дельфинов. Одно исследование, проведенное на индийской слонихе, выращенной в неволе, показало, что эти животные способны запоминать и различать многие визуальные и некоторые звуковые пары. Повторное тестирование год спустя вновь показало высокие результаты, что указывает на развитую память. Слоновые относятся к немногим видам животных, применяющих инструменты. Например, они используют ветки в качестве мухобоек, умеют отпугивать ими нападающих врагов. Тем не менее, в своей способности создавать инструменты слоны уступают шимпанзе. Также у слонов достаточно хорошо развита память. А вот в способности слонов проявлять эмоции многие ученые сомневаются. Но наблюдения говорят о том, что они умеют грустить, беспокоиться и испытывать страх. Также были замечены случаи, когда слоны утешали своего сородича, которого охватывало какое-либо беспокойство. Продолжительность жизни слона ограничена степенью изношенности его коренных зубов. Когда последние зубы выпадают, слон теряет возможность нормально пережевывать пищу и умирает от голода. Причинами смерти также становятся несчастные случаи, ранения и болезни. В среднем жизнь слонов подходит к концу в возрасте 60-70 лет. На сегодня все, друзья. Интересно ли вам было смотреть это видео? Напишите ваше мнение в комментариях, нужно ли нам продолжать подобный формат. До следующих выпусков. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok